12 по 21 июня 1935 года в Москве в открытом заседании военной коллегии Верховного Суда Союза СССР Слушалось дело 16 организаторов, руководителей и участников польского подпорья. Верховного Союза Верховного Союза Верховного Союза Верховного Союза Верховного Союза Верховного Союза Они шли вперед и 19 сентября, о чем я не забыл, был рассказ через Неджиадка, с моим участием, с моей помощью о реагировании о решении Армии Крайовой. Мы были выражены рассказы, чтобы не проводить борьбу с Армией Крайовой. И Армия Крайовая никогда не хотела проводить борьбу с Армией Крайовой. То Армия Крайовая в Берлоне нарушила все наши наши и мы просто, чтобы не дать себя слабить, мы могли проводить борьбу оборудовую. Берлоне против Неджиадки нужно проводить до конца. Но считая, что СССР заграждает неоподлегности Польской, нужно председинить соответствующие шаги, чтобы в период занятия Польской Армии Крайовой можно было бы оборонить неоподлегности Польской. Мы завалили оборудовую в Москве. Сидели там на этих лавках, то и вызвали его, и дали ему, услышали мы, а он сказал, что не, оборудовым ясом ясом, 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 ясом. А оборудовый ясом не хочу, что ясом, 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 ясом. И это делаю, что в моей диспозиции было. СССР заграждает неоподлегности Польской Армии Крайовой ассортиментом, ясом, 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 ясом. Польской Армии Крайовой был, ясом, 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 ясом. Ассортиментом, ясом, ясом, ясом. В 1918 году на целе Плютону гимназиалистов выросли из Бохни на отсеч Львова. В войне полско-болшевики доводил уже компанией и батальонам. Двукротно ранний был одзначен Сребрным Крыжем Вертуте Милитари и трикротно Крыжем Валечных. В окресе международном пощвякался надал службе воисковой. Але важную роль в жизни молодого офицера отгрывала тоже родина. В Гродне в 1924 году приседал на свят его сын Збисzek. В этом гарнизонном месте на землях вшедних Рzeczyпосполитей служил Окулицкий улучшно через 10 лет. В 4. Пућу Печоты и в штабе доводства окрэгу корпусу номер 3. Штаби главнее полско-болшевение военно-мирasy Dj Прой Started в школе военски два года в chef школа военной в Пуће. През три лета был выкладывцем в центру Virёва Штаби ћ mana inside かец военно-бол ύ. В конце да была вы УGod лет ч voltage одзял у со versión полско-болшевский гостром военной морщи. Снов・съём vendorsка полёз alleged поцелела операцийного Мама была кепска, мама мы сейчас уже не увидели, потому что если бы он был в два днях, то бы мы поглажили. Нет, мама, потому что он был в Зыво, он был очень жил. Никакой бы не сказал, но я тебе говорю, что война висит на Волске. В 1939 году, в сервисе. Это именно подпуковник Окулицкий выполнил дежур в кабинете сшефа штабу главного, когда в часы ранее 1 марта 1939 года наплывали до Варшавы первые сообщения о распространении przez Немцов działań военных. В часе оброны Варшавы доводил с группированием, но до немецкой неволи не пошел, выбирая дорогу дальше, уже конспирательной войны. Комендантом окрэгу Луц Службы Звызвызву Польски и Звязку Валки Збројной был от пајдернека 1939 года. Его локал конспирательный находится на улице Килинске 117. През аресштованием в урозданном через Немцов котле уратовал его подпуковник Пикулиньский, бялый. Би го остриц, выскочил окном с другого петра, ломясь при этом крэгослов. През аресштованием в Службе Звязку Валки Збројной Менованный комендантем окупации советской Звязку Валки Збројной, Окулицкий прибыл на початку листопада 1940 года до Лвова. Три месяце пајзней зостај аресштований при ул. Задворзајске. В пијзене на Бригитках преслухиј го м. им. ославионы Сьеров. Запропонуваў ми дальше доводзение Звязком Валки Збројной под контролом НКВД. Ощвадцијм, що я их агентем не буду. Провезізено го наступне з Лвова до Москвы. И осадзоно початково на Лубианце, а наступне пренесіно до вязання Лфортовске. В појденчај цели спэндзиј там 153 дни. ПО 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 ПИСАНЮ УКОДУ СИКОРСКИ-МАЙСКИ ПО 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 ПИСАНЮ УКОДУ СИКОРСКИ – МАЙСКИ СИКОРСКИ-МАЙСКИ ЗОСТАј в сьерпніу 1941 р. зволнене з вијзения. Натыхмиас објў становиско сефа штабу армии польский в ЗСРР, доводзенеј прес генерала Андерса. Время с Андерсом, он уничтожил Сикорскому в часе его официальной позиции в Москве в границе 1941 года. Сталин выдаил вовремя на Кремлю урочистый банкет на честь польских гостей. Один из тоастов уничтожил Молотов, именно за здоровье полковника Окулицкого. Полковника Окулицкий прибыль до Великой Британии на погреб генерала Сикорскому. Окулицкий прибыль до Великой Британии на погреб генерала Сикорскому. Время в игре на гнерее, он пригласил вовремя часть польских гостей, но на скок могла уничтожить 8 месяцев. В целом наша наша команда пошла на взрыв. Я на przykład в час взрыва был на безопасности при В3-ркене. Первый самолет разручил эти контейнеры и много разручил, но если этот второй был, потому что были в Польске, то скотчки, этих 6 скотчков, спадали так между нами, в среду. Когда я летел с спадоохраной с контейнентами и скотчками, то я привелился к командану Крука, который сказал мне, что я хочу искать Федерика, псевдонима Балаха, и что вместе обе двое будем проводить важнейшего коменданта, так он понимал этих скотчков, что это какой-то высший их человек, пулковник. Как уже снижался на голос, мы слышали даже на убезпечении, потому что как летел в поверхности, то он говорил уже так низко, «Витайте братья», как он был ландом, то кричал, «Витайте братья на własной земле», то слышали мы. Застал wtedy авансованный на генерала бригады. Позже обеял становиско сшефа операции в Комендзе ГУВНЕЙ АРМИ Краиовой. Децизję о выбуху повстания uważал за конечную. В другом месяце walk по зранению генерала Пеучиńskiego, pełнил обовисти сшефа штабу Коменды ГУВНЕЙ АК. Комендзе ГУВНЕЙ АРМИ Краяова ГУВНЕЙ АРМИ Краяова Генерала Окулицкого познаем в последних дних повстания. Псидоним «Недзвиадек» до него пасовывал фантастически, Бо был крэмпи, такой racей ниски и мяло трюйкотную тварь покрытую щадами оспы, шалене недзведиоватую. И в угле робил на меня вражение недзведзя, Баттледресс, 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 Моя висия полагалась на том, чтобы доказать президента Раджкивича и генерала Копаевского, что они должны легитимизировать его как быстрее, как доводцы. Он дала мне всказки, что я могу говорить, о цене повстания. Круто мне звонила, несущественно речевая и важная разговора. Я говорю, ну так, а теперь нехай мне Пан говори, что это стало. Прошу Пана, это была вещь большая, которая могла меня встретить. Я дала мне депешет на 10 минут перед Паном прийтием, подтвердиваясь, что мой единок полегал в Воложье. Я могу сказать, что я был встерпом, что он потратил, безусловно под влиянием этой информации, так запановать над собой, чтобы могла о том всем всем говорить. Пять дней после того, как из линии Вислы русла офензыва Армии Цервоне, Окулицкий выдал 19 ст. 1945 року рассказ о разрешении Армии Крайовой. Под конец марта, вместе с другими приводцами Панства Подземного, был приглашен до Прушкова на разговоры политические с власти советскими. Росиане уделили гостям полных гарантий безопасности. Все остались арештованы через НКВД и оттранспортированы до Москвы. Росиане уделили гостям полных гарантий безопасности. Росиане уделили гостям полных гарантий безопасности. В мае 1990-го року занимался интенсивно двумя тематами. Первый – это выяснение лосу приводцов Подземного панства Польшего, сказанных в процессе 2016, которых трех не повернуло до Польши. Това катынская, потому что в той момент, когда я себя в Москве, то было сверзо по признанию себя через Росиан до зборни катынской. Достаточно быстро распозналося катынское следствие и реабилитация 16 приводцов Польши Подземной. Я признаю себя до вины организования деятельности вывротовой и руководства на тывах армии червоны. Действованность та выразила себя в створении нелегальной организации войсково-политической под названием «Не», «Где ж здавалося нам, что СССР заграждает неподлеглости Польши». «Згадцася?» «Згадцася». «17 сентября 1945 года до моей цели и пришли под полковник Потапов с сержантом и принесли убране. Примерзили на мне, убране было чарное, буты, кошелы. Не помню, что был крават. Это не моё убране, потому что я не имел. На другий день стал вызван до следчего, который меня ознаймил, что я был в выживании на Лубианце, что, как журналист Армии Краевной, я был признателен в процессе генерала Окулицкого. Я хотел бы, как последний живяющий свиадок, как последний живяющий участник процесса XVI, сказать о свиадках. «Свиадковые были очень сильные журналисты. Не оскаржали. Они просто становились мальтратованы, загнебены, чтобы сами себя оскаржать. Когда мне проводили на салу розправ, посадили на лаву свиадков, генерала Леопольда Окулицкого я видел первый раз в жизни. Преводник Заклада Сэндзиевского задал мне вопрос, если я признаю себя в выживании. Сказал, что так. В имене СССР Колегиум Войскове Санду Найвыжчего сказало Окулицкого Леопольда, сына Блажея, Янковского, Яна Станислава, сына Юзефа, Беня Адама, сына Валентего и Ясиуковича Станислава, сына Игнцего, на основе артикула 58, параграф 2 Кодексу Карного, в связи с артикулом 51 этого же Кодекса, на позбавение волности. Окулицкого на 10 лет, Янковского на 8 лет, Беня и Ясиуковича на 5 лет каждого. Как видно, трех из них не прожило więзень. Янковский смарл на 2-ти годы перед закоточением выроку. Ясиукович и Окулицкий смарли. Даты были подаваны, раз так и раз так и не было. Потому что околичности были совершенно не знаны. Розпочуло себя шлевство и я был очень часто гостем в прокуратуре генеральной, в востоке генеральной, еще в Звязку Радзиевске, потому что это было первое время за часу Звязку Радзиевске. Заприязнился. Я был очень добрый, особистый контакт и на мою прощу отшуканы остались течки Янковского и Окулицкого. Течки генерала Окулицкого Я так долго доказала одного из прокуратов, аж пригодил себя привезти ее на годину-две до Амбасады. Я думаю, что это был где-то в начале 1901 года, может зима. Привезти эту течку, двух консули на измену тряснули генералом, а на заплеску, правда, пани, ксерировали течку завирающую 127 карт. Я właśnie мам тут ксерокопию. Лично я делаю заключно, то есть персоналия генерала Окулицкого. Акт вынекал, что Окулицкий как жоўнер поднимал даже в язиене лагер. Единую, какая была неможлива, то значит, голодовка. Ужал ее три раза и последнюю, где-то на початку грудня, если хорошо памятам, от 6 грудня, 1946 года, до року. И потом в документах есть прерва. Следующий документ информацию о привезении Окулицкого на убианце, до убианца на Бутерках, 23 грудня, 1946 года, с очень сильными болями брюха. В консилию, сошли на убианцы, по приезди, а привезено годину 18. Полециј операция, подъжаваясь крэтики шнек, то, что все подтвердило. Операцию препроводил зеспул лекарги, операция удала, как записано, тем не менее, на степнете дни, около 9. рано, то есть вигилия, наступило гвалтовное заламание и о године 13. 15. В 2014 году генерал умер. Я спросил, есть ли какие-то документы свидетельствуют о месте похождения. Один из этих прокуратов на Вольско-Петербурге сказал, что, ну, говорю, что кремировали, сплукивали прохи до канализации, места не было. Тем не менее, по некоторым времени, а зайло мне это 3 года, удалось дотянуть до документов свидетельствующих мест похождения więзей в кромовых в конкретных летах. Мейсцем этим был цментарь дојнский в Москве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал!